ДИАДЕМЫ Я не видела, вы были представлены как дизайнер украшений, а вы себя сами считаете ювелиром или скорее мастерицей на все? Скорее мастерицей, скорее даже вышивальщицей, потому что короны делаются вышивкой и иногда с плавом каким-то. Вы давно занимаетесь? Как у вас вообще? Расскажите вот эту историю. Как такие хобби возникают в жизни? Я все мечтаю делать что-нибудь такое, но мне даже не приходит в голову. Я понимаю, что просто Ваше Величество, вы очень давно хотели быть Вашим Величеством, поэтому вам нравится ДИАДЕМА. Да, мне нравится ДИАДЕМА, МАНИЯ ВЕЛИЧИЕ, мне все нравится. Когда, по какому случаю можно ДИАДЕМА надевать? Одевать по любому случаю. Это свадьбы, может быть какой-то карнавал, фотосессии. У меня в зеленой участвовала и вот красненькая в фотосессиях. Используется для День рождения, для девичников. Да, девчонки просто на вечеринке ходят. Если человек смелый, он может одеть, пойти на презентацию куда-то. Но все-таки с чего это началось? Я вас прервал, вы не успели рассказать. Когда пришла в голову мысль, что вы можете делать это все своими собственными руками. И я вот вижу, что это так смотрится, знаете, ну так, богато по-царски. А сблизи ты понимаешь, что это все-таки какие-то довольно простые вещи. Ну, в смысле, что это не драгоценные камни. Нет, нет, не драгоценности, нет. Пришла идея. Я очень люблю Валентина Юдашкина. И очень люблю дизайнера ливанского Эль Сабо. Он очень много использует вышивку, и мне всегда нравилось это. Я хотела вышивать вообще вещи. Но столкнулась с тем, что вышивка сейчас очень дорогая. И многие дизайнеры отказались ее делать. Имейте в виду, вышивка, это вот эти вот все эти камешки, стеклярус, вот этот. На одежде, понимаешь? Когда ты расшиваешь топ, во-первых, это очень дорогая работа. Ведь это же мастерица вручную пришивает. Во-вторых, такое количество кристаллов нужно. И кристаллы должны быть хорошего качества. А самое главное, потом это нельзя стирать, нельзя с этим ничего делать. То есть это буквально произведение искусства. Под стекло только. Ну, слава богу, я теперь поняла. То есть все вот эти топы, на которых камни, они все приклеены руками, да? Это абсолютно ручно. Ну, это приклеены. А у меня все пришивается, и очень много стилей вышивки. Это и решелье можно использовать, и гладь, вышивка гладью. Поэтому мережку даже можно под это все. То есть вы поняли, что это дорого, поэтому переключились на аксессуары. Да, да. Но сейчас мы с подружкой договорились, что будем создавать все-таки, красиво скажу сейчас, платье от дизайнера с кутюр-вышивкой для маленьких девочек. Вот, у нас задумка. Вы собираетесь какой-то бренд оформить, логотип сделать красивый? Да, потому что искать, кто нам будет помогать шить. А вот эти платья для маленьких девочек, это для какого-то специального повода, там, для дня рождения, да, или какой-то такой выпускной в детском саду? Да, у меня сейчас очень много заказов было для выпускниц в детском саду. Ну, там девочку как раз на экране показывали. Ну, тут уже выпускаются, похоже, не из детского сада девушка на фотографии, которую я вижу. И мама заказала ей корону красивую, я еще думала какую-то шкодную такую сделать сбоку. Она говорит, нет, я хочу такую взрослую. Я сделала копию вот этой зеленой короны, маленькой, там используются камни полегче, пластика больше, и она не так давит на голову, потому что это очень тяжелые короны. Мне очень нравится, я просто чувствую себя великолепно. Почему женщины так хотят быть царицами или, так сказать, королевишными? Просто глядя, как Анна Сопровенко с такой радостью тут же взгромозила корону себе на голову, я понимаю, что это какая-то тайность. Ну, это история, это кокошники, это все откуда, я думаю, идет. Потому что сначала молодые девушки носят венки, потом у них идет кокошник, потом уже кокошники больше становятся. А я думаю, знаешь, есть такие предположения, что все мы безнадежно были в детстве испорчены сказкой про Золушку. Потому что она была самая любимая, наверное, у 80% девочек, и поэтому в конце Золушка должна получить корону. Вот это у нас оттуда, мне кажется, из детства. Про сказки, да, русалочка. Как же любовь и принц, так сказать. Так обязательно, обязательно. Принц, любовь, корона. Корона обязывает, когда ты одеваешь корону. Ну, если нет принца и любви, то хотя бы корону, да, получается. Да, тогда модные тенденции вообще как-то влияют на ваше творчество, на вашу работу? Нет, абсолютно. Это фэнтези. Черная корона, она использовалась для фотосессий. Там фотограф у него была тоже задумка, там черное платье было красивое. Черная корона специально делалась. Зеленая корона абсолютно мой любимый цвет, поэтому я ее делала. Вот красная тоже самое. Но она как-то вошла в тенденцию моды хорошо. Это правда, что все, что необходимо, весь, как это называется, не инвентарь, а... Ну, вот эти составные части. Фурнитура, вот. Фурнитура приезжает к вам откуда-то издалека. Да, 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 это и Хабаровск, и Москва. Почему нету... А, кстати, мне кажется, я думала, что если камни, так из Индии надо, нет? С Индии не дошла сюда. Ну, там такие полудрагоценные, наверное, лучше камни именно. У меня кристаллы. Ну, вот здесь привлекли меня эти камни. Это дорогие, да, вещи? Нет, это нет, это детский ободок. Дорогие были вот в этой зеленой и в белой для невест. Это детский такой у меня был. Мне понравилось мексиканское плетение. А в чем там, так сказать, дороговизна? Вот здесь это... Ну, вот все эти стекляшки, они очень дорого стоят. Да, они очень дорогие. Ты никогда не видел, сколько стоят камни Сваровские. Они стоят целое состояние. Так же, как ты не знаешь про буллиты, я ничего не знаю про камни Сваровские. Анастасия, вы как-то подбираете корону, исходя из типажа женского? Вот пишет вам потенциальная клиентка, тратата, хочу себе диады. Не делаю на заказ. Не делайте на заказ. То есть продайте то, что есть. Да, потому что это абсолютно идет от души. И я делаю корону, я могу утром встать и к вечеру сделать. А могу, если мне закажут, я могу два месяца вообще не брать иголку в руки. Ну, не идет у меня. Это как у меня, как у художника. Абсолютно, да. Это тяжелая у вас работа, потому что если ничего под заказ не делать... Вы не знаете о тяжелой работе, тяжелая работа у меня была. Это так. Настя, долго работала в спасательной службе. Ну, хорошо, а если к вам кто-то обращается и говорит, я вот хочу точно такое. Могу повторить, но с нуля не буду делать. А вот идеи, как часто к вам приходят какие-то новые? Что вас вдохновляет? Может быть, ну и Юдашкин, он последнюю коллекцию смотрел, Эль Сабо смотрел, Весна-Лето 2016 года тоже оттуда пришло. Вы начали недавно делать и сережки. Да. Вот в этих шандельерах вы сегодня пришли. Это, да, не... Как это? Шандельер? Буллиты. Твое слово буллит. А собираетесь ли вы делать бусы, браслеты, может быть? Браслеты, наверное, больше. Но сережки как раз пришли из того, что корону не все могут одеть, стесняются, как-то, может быть, нескромно. И просят сережки и браслетик сделать. Браслеты еще надо... Еще будет... Спасибо. Для того, чтобы сделать вот эти сережки, я опять забыл, как они правильно называются, это что же надо? Шандельеры, да. Это мистиканское плетение. Нужно же тоже сделать, ну, иметь какой-то специальный материал, да? Да-да, все покупать. Знать какие-то секреты. Да-да, да. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам. Спасибо вам. Так порадованы своим творчеством. И пусть все, все девушки в течение как минимум лета будут настоящими принцессами, даже без корон.